Хочешь верь, хочешь не верь, а дело было так. Магазин с целью приобрести мебель. На прошлой неделе заявляется к нам покупатель, здоровый такой, в очках, ходит, пальцами до мебели касается. Я, конечно, его ноль внимания, зачем он мне нужен. А он углядел полку висячую, фигурную, и ко мне. Это что ж такое? Я говорю, вы раз не видите, это кровать. Это я шутку даю. Нас в торге инструктировали, чтобы мы с покупателем больше шутили для их хорошего настроения. Очкастый говорит, остроумный вы человек. А как этот полк составляется? Как составляется? Руками. А поточнее, если? Тогда я ему говорю, у вас что, глаз, что ли нет? Тут же все видно. Ну, допустим, а можно ее приобрести? Одну ее? Да, нельзя. Почему? Потому что кончайте с нау. Не понял. Надо понимать. Полк продает столько с полным гарнитуром. Ах, вот как, а отдельно не бывает? Почему ж? Бывает и отдельно. Отдельно жена, отдельно теща. Я на него вторую шутку расходую. А он увидал полку другого образца, стоячую. Выберите мне, пожалуйста, полочку этого типа, только чтобы была без дефектов, чтобы была хорошая. Я говорю, смотрите сами, какая хорошая, какая плохая. Он говорит, ладно, давай беру вот эту. Я говорю, мы прямо тут с утра не спали. Думали, кому нам эту полочку продать? Я вас не понимаю. Я говорю, это же часть кабинета. Да. Ну и что? А то, что нет нам расчета отдельными предметами торговать, гражданин. У нас план. Лежуач Кастер как-то маленько растерялся. Ну, понимаю и не понимаю. Ну, ладно, выпишите мне, пожалуйста, вот этот журнальный столик. Ну, я выписываю их у нас навалом. Приходит с чеком. Заверните, пожалуйста. Я говорю, зачем? Это уже будет излишество. Берите вещь и шагайте домой. Ещё не сказал, взял этот свой столик и ушёл. А я думаю, бывают такие люди настырные, толокся в магазине. Сто вопросов, сто ответов, а в итоге всей покупки цена 10 рэр. А вот теперь слушайте дальше. Был этот очкастый в магазине в пятницу, а в субботу прямо с утра жутко мне зуб прихватил. Уходить на стенку лезть. Отпросил с работы и пошёл в поликлинику. Меня как с острой болью, значит, без очереди пустили. Сел в кресло, головой мотаю белого света, не вижу. Положил мне доктор чего-то в зуб, чувствую, маленько полегчало. Открываю глаза. И кого же я вижу? Совершенно правильно угадали. Стоит передо мной в белом халате и в белой чаплашке. Это самый очкастый. Смотрит он на меня и вроде бы вспоминает. Мне кажется, я где-то вас видел. Я говорю, возможная вещь. Вы никогда раньше у меня не лечились? Я говорю, нет, не лечился. Я вас вчера в мебельном магазине обслуживал. Он говорит, а, правильно, правильно, совершенно верно. Совершенно верно. Ну что ж, и откройте рот. Я открываю и говорю, доктор, что у меня там с зубом получилось? Он говорит, у вас что, глаз, что ли, нет? Тут же всё видно. Придётся его удалить. Говорит, да, ну если надо, я только прошу, сделайте мне это вот так. Наркоз. Он говорит, зачем? Это уже будет излишество. Потом стал щипцы выбирать. Говорит, хочу вас предупредить. Один зуб удалять не буду. То есть, как? А вот так, ток с полным гарнитуром. Это как же понять? А очень просто. Какой мне расчёт отдельный предмет его дёргать? У нас план, дорогой товарищ. Я вам говорю, вы хотя бы укажите, какой именно зуб у меня плохой. А он говорит, сейчас я уже надёргаю зубов, а уж там сами выбирайте, какой хороший, какой плохой. Ещё вопросы есть? Я говорю, нет вопросов нет. Извините за внимание. Спасибо за внимание.